Среди его поклонников и юные школьники и их родители. В песнях Noize MC темы, волнующие каждого. Острые социальные проблемы, философские вопросы, отношения и истории жизни. Музыкальный стиль для этого выбран соответствующий. Хип-хоп просто это наиболее демократичная форма самовыражения, которая сохранит свою актуальность. Это собирательный образ городской музыки. Вся городская музыка стремится к хип-хопу в той или иной мере. В Самару группа Noize MC приехала в рамках большого тура. Гастроли приурочены к десятилетию группы. На концерте прозвучали любимые песни с предыдущих альбомов команды. Композиции с новой пластинки широкой публике пока не представили, но кое-что о ней автор музыки и текстов все же рассказал. На новом альбоме есть песня, посвященная клановому устройству нашего общества. Есть рассуждения на тему соблазнов темной стороны силы. Там это в метафоричной форме подается, то есть это касается как политики, так и любой другой сферы деятельности. В работе у музыкантов не только новые альбомы. Группа занята съемками фильма, а в будущем планирует обратиться и к другим серьезным жанрам. Создать что-то по-настоящему концептуальное, какую-то длинную историю сделать. То есть это либо, ну я не знаю, формат оперы какой-то, типа современной. Ну вот давно есть мысли по поводу какого-то детского произведения с песнями, такого плана, как «Бременские музыканты». Но пока, к сожалению, не складывается. За 10 лет команда получила не одну музыкальную награду, а ее идейный вдохновитель вошел в рейтинг «Форбс» и список самых авторитетных деятелей культуры в России. Но Земси признается, такое внимание приятно, но это не основной признак успеха. Главный показатель. Когда ты выходишь на сцену, зал заполнен людьми, они поют твои песни, хором вместе с тобой, рубятся, как в последний раз. И ты видишь, что для них это по-настоящему что-то значит. Ты становишься виновником торжества. Толпа фанатов у входа на концерте «Нойземси» в Самаре еще одно тому подтверждение. Самым преданным поклонникам удалось получить автограф и фото с музыкантом. Ирина Егорова, Андрей Семочкин, специально для 63.ру.